Здравствуйте! В эфире программа Сарапул новости в студии Артём Сергеев. И сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. Не донес мусор до контейнера и получил денежный штраф. Нарушения правил благоустройства уже обошлись горожанам почти в миллион рублей. Что необходимо знать, чтобы не платить за выброшенный мусор втройне, об этом в нашем первом материале. Улица Куйбышева рядом с домами 30А и 28. Прямо посреди газона огромная куча мусора. Невооруженным взглядом видно, это обычный бытовой мусор, который собирается в каждой квартире. Раньше на этом месте стояли контейнеры. После их демонтажа горожане продолжают носить пакеты на это место. Инспекторы муниципальной милиции за последние две недели здесь были дважды. В прошлом месяце несколько раз выезжали, уже фиксировали. Сегодня выехали, зафиксировали. Своими действиями те лица, которые размещают здесь бытовой мусор, вне контейнеров, а вот на данном месте, нарушают нормативно-правовой акт наш местный правил благоустройства города Сарапова. То есть они размещают мусор в неустановленном для этого месте. Известные, кто авторы неприглядного пейзажа. То есть и частный сектор, и вот эти бараки все сюда выкидывают. А вот вчера мужчину ругала, он сказал, а куда вываливать-то? Я говорю, так мусорка ходит теперь. Вторник, четверг, суббота. Все равно не сюда. Или детей посылают вываливать. Отсюда вот дети приходят, вываливают, раз родители не хотят. Некуда вывалить. Вот и все. Ловили же. А сколько уже ловили, рейды были, и все равно вываливают. Разъясняем ситуацию. Согласно законодательству, дома этажностью выше двух должны на своей придомовой территории за свой счет оборудовать контейнерную площадку. Раньше контейнерные площадки были на балансе города. Дома высотой два этажа и меньше могут пользоваться вечерним графиком вывоза мусора. А что нельзя мусорить в неположенном месте, должны усвоить все. Я не могу понять вот это вот, людей наших. Сами возмущаемся, что живем в такой грязи, и сами же вот так вот гадим себе. Непонятно. Я живу в частном секторе, между прочим. Такого я себе никогда не позволяю. Мы что-то сжигаем, у меня что-то в компостной яме. Такого, ну это же от нас зависит, вся наша лучшая жизнь. Улица Ленинградская. Возле многоквартирных домов и гаражного кооператива картина аналогичная. На месте демонтированной площадки – свалка. Более того, здесь нарушителей не смутила ни видеокамера, ни инспектор с фотоаппаратом. Старую оконную раму дедушка решил выбросить в эту кучу мусора. Инспектор факт нарушения зафиксировал. Как утверждают жители близлежащих домов, мусор сюда выбрасывают те, кто проезжает мимо. Могу сказать, что даже когда здесь была функционирующая контейнерная площадка с контейнерами, то почему-то рядом с данными контейнерами все равно образовывалась такая вот свалка. Многие жаловали, что транзитный транспорт здесь много ездил, размещали здесь. По своему опыту могу сказать, что был проведен контроль посещения данной свалки. И много транзитного транспорта или людей, которые далеко живут, я здесь не обнаружил. Силы муниципальной милиции. То есть в основном это жители близлежащих домов. Такие пейзажи не красят спальный район. Что нужно, чтобы свалки не было? Организовать контейнерную площадку каждому дому свою или одну на несколько домов, обеспечить уход за ней и перестать нарушать правила благоустройства, выбрасывая мусор в неположенном месте. В сознание человека еще многих не дошло, что мы должны жить в чистом городе. Все зависит от нас, от жителей, чтобы город был чистый. Все зависит только от нас. Люди, многие еще живут по старому времени, привыкли, что все для них приготовят, все для них сделают, преподнесут на тарелочке с голубой каемочкой. А с себя ответственность снимают. А всех нарушителей ждет приглашение на административную комиссию, где о вашем проступке будет все детально известно. И останется только выслушать вердикт специалистов, среди которых инспекторы муниципальной милиции, полицейские и представители управления благоустройства. За 9 месяцев административной комиссии рассмотрено 787 протоколов. Наложено штрафов на сумму 987 тысяч рублей. За размещение мусора в неустановленных местах около 300 протоколов. Всего за нарушение правил благоустройства рассмотрено 500 протоколов. Вот, к примеру, женщина дважды выбросила мусор на обочину у дороги и получила реальный штраф размером в 1000 рублей. Нарушением является, когда выбрасывают мусор в неустановленных местах. Установленные места – это у нас полигон складирования отходов ТБО, мусорные контейнеры. Нельзя выбрасывать в лесопарковых зонах, нельзя бросать на уличной дорожной сети, нельзя бросать около дома, около подъезда. Вообще суммы штрафов немаленькие. На физических лиц от 500 до 5000 рублей. На юридических – от 15 до 300 тысяч рублей. Теперь мусорить – это очень дорогое удовольствие. Всем нам пора перестать ругать город за грязь, выбрасывая очередной пакет мусора в кусты. Открыть свое дело в Сарапуле гораздо проще, чем многие думают. В этом уверена и героиня нашего следующего сюжета из рубрики «Шаги малого бизнеса». На пятом этаже отеля «Сарапул» разместилась уютная студия красоты «Майскин». Она начала работу в начале года. Ее руководитель Ольга Батукова сама живет в Ижевске, но решила, что будет развивать свой бизнес в Сарапуле. И однажды мы приехали в Сарапул с мужем просто для того, чтобы походить по камень, погулять. И я увидела, какие изменения произошли в этом городе. Дело в том, что я сама живу в Ижевске. И после того, как мы увидели, какое замечательное здание здесь воздвигли, я имею в виду отель «Сарапул», набережную, которую так здорово отремонтировали, в общем, все это антуражно, красиво, и мне сразу пришла идея сделать салон. Сейчас студия предоставляет услуги косметолога, лазерную эпиляцию, спа, уход и массаж. Специалисты работают только с качественной косметикой и хорошим оборудованием. Обязательное условие работы – обработка инструментов и помещений. Мы медицинские работники, очень серьезно относимся к дезинфекциям инструментов. Сначала мы промываем все под проточной водой, потом замачиваем в дезинфицирующем растворе, потом снова промываем, закладываем в сухожировый шкаф и на хранение. После каждого клиента у нас кабинет кварцуется. Секрет успеха нашей героини прост – желание, минимальный первоначальный капитал и законопослушность. Кстати, последний пункт особенно важен для сотрудников. Сейчас в салоне работают шестеро сотрудников, они трудоустроены, все люди имеют медицинские книжки, они получают отчисления в пенсионный фонд. Все в рамках законодательства для того, чтобы людям было комфортно. Дело, которым ты занимаешься, как бы банально это ни звучало, нужно любить, в нем нужно разбираться. Это перво-наперво. А второе – нужно быть активным коммуникатором, уметь общаться с людьми и уметь создавать команду. Самое главное, что должен уметь руководитель, особенно начинающий руководитель, – это создавать команду, которой можно доверять. Потому что один человек, насколько бы он не был разносторонний, развит и тому подобное, ему сложно справиться, потому что есть сферы, в которых он разбирается слабо. И когда на помощь к тебе приходят люди, которые заинтересованы так же, как ты, это, конечно, дает огромный толчок бизнесу и можно просто свернуть горы. У студии красоты «Майскин» уже появились свои постоянные клиенты. Часто на процедуры приходят туристы, остановившиеся в отеле. В ближайшее время планируется расширить перечень услуг. А если растет клиентская база, увеличивается доход, значит выбранный курс развития правильный. Сезон завершен. Минувшая пятница стала ярким завершением летнего сезона фестиваля «Пятница». Праздник под открытым небом был посвящен Дню Учителя. Официально летний сезон фестиваля «Пятница» был завершен еще 28 сентября. Но город не мог упустить возможность поздравить учителей в неформальной обстановке. В этом году 5 октября пришлось как раз на пятницу. Мы не могли обойти вниманием на замечательный праздник, день учителя, который выпал на пятницу. И было принято решение, что в благодарность педагогов за их непростой благородный труд, мы именно так, в такой форме, поздравим их еще одной пятницей на набережной реки Кама. Учителя оказались очень благодарными и активными зрителями. Они смеялись над шутками, подпевали песням и не стеснялись танцевать. Особенный эффектно на набережной выглядел вальс. Атмосфера праздника чувствовалась в каждом выступлении. В толпе среди зрителей можно было увидеть искренние улыбки, букеты, подаренные от благодарных учеников. Не обошлось в праздник и без поздравлений. Сегодня замечательный день и чудесный вечер. Хочется поздравить всех учителей с Международным днем, с нашим праздником. Мира, добра, любви всем вам и счастья. Дорогие учителя, от всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать вам гармонии, и чтобы ваша гармония распространялась на многие километры от вас. И еще я вам хочу пожелать вдохновения, чтобы оно было неистекаемым источником и чтобы все у вас получалось. Хороших вам учеников! Уважаемые коллеги, сегодня замечательный день. День нашей профессии. Всех хочется поздравить с днем учителя, пожелать только хороших идей творчества. Главное не падать духом, быть оптимистами. И хороших всех учеников с праздником! Праздник праздником, но осознавать, что летний сезон фестиваля «Пятница» подошел к концу грустно. Очень жаль, что фестиваль «Пятница» заканчивается, потому что мы здесь очень часто выступали, получали уйму положительных эмоций. Также мы приходили сюда с друзьями, тоже смотрели концерты очень интересные. И вообще весело проводили время и много с кем познакомились. Кстати, интересной инициативой уже заинтересовались другие города Удмуртии. Кто знает, может следующий летний сезон фестиваля «Пятница» уже станет республиканским. Шестого октября город принял участие в кругосветке Удмуртии. В Сарапуле программа фестиваля, посвященного Всероссийскому дню ходьбы, состояла из двух пешеходных дистанций 5-10 километров и двух велодистанций на 1,3 километра. Мероприятие стартовало в лесопарковой зоне по улице Горького. Главный принцип фестиваля оздоровительного туризма – доступность каждому в Сарапуле реализовали на все 100%. Принять участие в кругосветке Удмуртии пришли трудовые коллективы, учащиеся школ, детских садов и семейные команды. Елабужевы на кругосветку пришли втроем. Мы каждый год участвуем в данном мероприятии. Кругосветка нам очень-очень нравится, дети визжают от восторга. И в этом году мы решили также участвовать и не пропустить это мероприятие. А команда техникума машиностроения и информационных технологий насчитывала больше 30 человек. С нами ребята студенты первого курса и четвертого курса. В общей сложности нас 34 человека, два преподавателя. Мы под надежной охраной нашего заместителя директора по безопасности Сергея Петровича Паснова. И 31 студент нашего техникума – девчонки и мальчишки. Для них участие в кругосветке не просто прогулка по лесу, а возможность проверить то, чему научились. К фестивалю команда техникума серьезно готовилась. Интересно было изучить самоориентирование по местности, по лесу. Мы готовились к ней специально. Мы изучали лес, что и как будет, как вообще пользоваться картами, компасами. И теперь это хочется реализовать уже на практике, попробовать самому. Открыли фестиваль оздоровительного туризма соревнований велогонщиков. Спортсмены сменили ровную БМХ-трассу на лесную тропу. Это необычная трасса, это не как у нас на БМХ, но гонщик должен ехать в любые условия, в любую погоду, на любых трассах. И это только закаляет. Но все же главная дисциплина в кругосветке – это ходьба. Важно пройти быстрее других команд по обозначенному на карте маршруту, отметившись в месте контрольных точек. Дистанция туристического маршрута 5, 10, 15 километров. Если вы хотите выполнить норматив ГТО в зависимости от возрастной ступени. Если вы просто пришли к нам в гости, то это дистанция для всех 5 километров. Дистанция не сложная. В одном месте есть спуск, в одном месте есть подъем. Атмосфера царит радостная, праздничная. Все дети рады, кто-то пришел с семьями. Есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Разные категории граждан. Всего в кругосветке Удмуртии в Сараполе приняли участие более 600 человек. Все команды успешно преодолели дистанцию в 5 километров. Следующая информация будет полезна всем водителям и владельцам автомобилей. Оформить все документы быстро и без очередей поможет сайт Госуслуг. Новое авто А без кучи формальностей на дорогу нельзя? С электронными Госуслугами ваша жизнь станет проще. Зарегистрируйтесь на портале, и вы сможете оформить права. Зарегистрировать авто. Проверить штрафы ГИБДД и оплатить их, не выходя из дома. Госуслуги. Проще, чем кажется. И это все новости на сегодня. Смотрите наши программы по телевидению по понедельникам и четвергам, а также в удобное для вас время в сети интернет. На официальном сайте администрации города Сарапола и его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»